Здравствуйте, Елена Леонидовна. В ряде стран уже выявили новый подвид омикрона, в частности в Дании, Великобритании. Расскажите, пожалуйста, а сколько вообще существует вот этих субвариантов омикрона и какие из них все же вызывают опасения? Ну, впервые я напомню, что об омикроне мы услышали в ноябре 2021 года. И на тот момент мы говорили только слово омикрон, но уже в январе стало понятно, что у омикрона есть три отдельных линии. Это BA1, BA2 и BA3. Но более того, даже сублиния BA1 разделилась сегодня уже на BA1 и BA11. То есть вирус продолжает эволюционировать, мутировать и, соответственно, накапливать новые мутации. Если говорить о мутации, вирус совершенно уникальный. Начитывается более 30 мутаций в С-участке белка. Это BA2, да? Вообще для каждого. BA1, BA2 и BA3. То есть у них у каждого большой набор мутаций. Но если говорить о BA1, BA2, у них есть набор мутаций, который характерен только для этих вариантов. А вот BA3 имеет мутации, которые часть характерна для BA1, а вторая часть для BA2. То есть у них нет такой мутации, глядя на которую можно было бы сказать, да, это только BA3. Для народа BA2 это стелс вариант. Это стелс, да. Вот он пришел в ряд стран, в частности, вот я говорила, в Великобритании, в Данию. Он опасен для нас, как вы считаете, по сравнению с исходным, тем, который сейчас нынче циркулирует? Ну, я могу опираться только на те научные данные, которые опубликованы, потому что своего опыта, наблюдения у нас пока нет. Поэтому, к сожалению, стелс вызвал вторую волну после микрона-1 в Дании, когда, в общем-то, у них уже число случаев пошло на спад. Начал очень быстро распространяться BA2 стелс и вызвал новую волну заболевания. Такие же сообщения о, ну, скажем так, замещении BA1 стелсом, опубликованные теперь, это есть Индия, Дания, Финляндия. Сейчас об этом начинают сообщать страны Европы. Как будет развиваться ситуация, наверное, пока мы можем только за этим наблюдать и никоим образом не прогнозировать. Вот этот вариант BA2 стелс, есть ли против него защита после перенесенного микрона, который у нас сейчас есть? Простыми словами говоря, люди, которые перенесли нынешний микрон, они будут защищены от этого варианта? Ну, в большинстве случаев, конечно, да. Но, опять же, сегодня уже опубликованы данные о повторной заболеваемости пациентов, перенесших омикрон-1. Эта цифра достаточно небольшая. Вот в течение первого месяца они составили 5% среди выявленных случаев. Но такие случаи есть. Можно ли говорить, что нет перекрестного иммунитета между вот этими тремя вариантами? Либо вот 5% — это маленькая цифра, чтобы об этом утверждать? Ну, какой-то перекрестный иммунитет, безусловно, есть, потому что у них есть масса, скажем так, одинаковых мутаций, масса одинаковых сайтов. Поэтому перекрестный иммунитет есть, но он не стопроцентный. А если говорить вот об этом новом субварианте BA2, то чем он отличается от нынешнего варианта омикрона, который, в частности, в нашей стране? Мы не будем называться вопросами секвенирования, генотипирования, еще какие-то частные вопросы. Вот просто для людей расскажите, стоит ли как-то об этом думать более напряженно, я бы сказала. Ну, первое, что уже абсолютно известно, что стелс, он более контагиозен, он более быстро распространяется, чем омикрон-1. Он несколько отличается по клиническому течению по сравнению с омикроном-1. Если мы говорим, что омикрон-1 вызывает симптоматику, напоминающую ОРВИ, без потери обоняния, это впервые у нас такое, потому что дельта, как правило, тоже шла с потерей обоняния, то, что касается варианта стелс, то здесь как раз возвращается проблема потери обоняния. То есть один из признаков – это отсутствие, скажем, запаха вкуса. Один из признаков. Я читала про то, что какие-то проявления со стороны желудочно-кишечного тракта – это тоже характерно? Нет, наблюдения такие тоже есть, но еще раз хочу подчеркнуть, что всегда какие-то большие выводы можно делать только на основании какого-то длительного периода наблюдения и большой-большой выборки. Мы сегодня о том же стелсе знаем, наверное, только месяц. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас все данные, которые есть, они основываются на наблюдениях в тех странах, где очень высокий уровень коллективного иммунитета. То есть вакцинация? Вакцинация. Вот если посмотреть на Данию, на другие страны, у них приветы 97-98% населения, это очень много. Конечно, мы пока такого уровня не достигли, и однозначно сказать, сохранится ли такая же тенденция в нашей стране, если вдруг нам придет вариант стелс, наверное, мы пока не знаем. Много ли стран заявило о выявлении новых субвариантов омикрона? Ну, по крайней мере, на начало февраля это было почти 160 стран заявили о варианте B.A.Y. И сегодня еще раз я хочу подчеркнуть, что он начал разделяться уже на субсубварианты, уже есть вариант 1.1. Это который доминирует сейчас у нас, правильно? Ну, мы говорим пока о микрон-1, о варианте стелс или о микрон-2 заявили 57 стран, и только 13 стран заявили о варианте 3. И вот я посмотрела, что в основном сегодня все новые случаи зарегистрированы в Польше. Коллеги из Польши опубликовали данные о том, что у них выявляется два новых варианта, это второй и третий, но пока, скажем, они их только зарегистрировали, и непонятно, каким образом они будут вести себя и каким образом влиять на эпидемиологическую ситуацию или клиническое течение. Наименее изучен, конечно, сегодня, это вот третий вариант. Не значит ли это, что он по сравнению с предыдущими 1.2 менее заразен? Или по делу только в диагностике? Ну, наверное, вопрос в диагностике, конечно, да, потому что он не будет выявляться, скажем так, обычной метасистемой, направленной на выявленные мутации, чтобы отличить о микрон-1 от дельты. И, наверное, он все-таки на сегодняшний день менее заразен, потому что он не получил такого большого распространения. Если мы говорим о тысяче зарегистрированных генулах в международных базах данных, то на сегодняшний день менее четырех случаев приходится на третий вариант. Вот мы говорим про эти суповарианты. На ваш взгляд, вот эта информация важна ли обычному белорусу? Либо же это интересно только с научной точки зрения, с точки зрения прогнозирования. Обывателю, обычному человеку эта информация нужна? Как-то влияет нам заболеваемость, на исходы лечения? Мне кажется, что на обычном бытовом уровне мы говорим о том только, что пациент заболел и имеет какие-то клинические проявления, потому что лечение симптоматическое. И, конечно, это очень важно с точки зрения научной, с точки зрения практической, именно для понимания эпидситуации, для понимания особенностей течения заболевания для врачей и, конечно, прогнозы на будущее. Логично у вас спросить про вакцинацию. Но вот вы говорите, да, не высокий уровень вакцинации. У нас тоже вроде бы как мы идем к такой хорошей цели. Тем не менее, в массовом сознании важность вакцинации каким-то образом может нивелироваться. Потому что люди, обыватели смотрят, привелся, не привелся, все равно ты болеешь. Вот скажите, на ваш взгляд, есть ли смысл вакцинации в данном случае? Микрон, да, более заразен, вызывает менее тяжелое заболевание. Все же стоит вакцинироваться. Мне кажется, этот вопрос даже невозможно обсуждать. Потому что, конечно, вопрос вакцинации однозначно да. Почему да? Мы говорим о том, что лица вакцинированные защищены от более тяжелого течения заболевания. И, безусловно, и летальных исходов. Да, они могут быть инфицированы. Часть людей, которые вакцинированы, имеет вообще бессимптомное течение. То есть они переносят инфекцию, даже не подозревая о том, что они были заражены. У кого-то есть легкая симптоматика. То есть, в первую очередь, мы говорим о том, что вакцинация защищает от симптоматического течения. Конечно, однозначно да. И мы еще пока не достигли, скажем, необходимого уровня коллективного иммунитета. Мне кажется, что сегодня все, кто не привит, должны немедленно это сделать. Говорят о том, что люди вакцинированные передают в меньшей степени вирус другим окружающим людям. Ну, понятно, сами заражаются меньше, но и передают вирус в меньшем количестве. Это так, это уже доказано, либо, опять же, это на уровне еще изучения? Нет, это абсолютно доказано. Первое, что у вакцинированных лиц количество самого вируса, которым он заражается, одинаково с невакцинированными лицами. Но, если посмотреть на период выделения вируса, скажем так, в окружающую среду, то уже на 3-5 сутки, да, на 3-5 сутки вирус уже связывается с защитными антителами, и человек становится не опасен для окружающих, и, соответственно, у него не развивается само заболевание. Вот почему у вакцинированных симптоматическое течение намного реже. А вот то, что касается невакцинированных лиц, конечно, 3-5-7-10 сутки вирус может присутствовать. То есть вакцинированные люди для своей семьи даже менее опасны, если заразились, чем невакцинированные? Безусловно, безусловно. У них намного быстрее элиминируются вирусы из организма, безусловно. Мы так часто говорим о том, что микрон взывает легкое течение, но в то же время как-то меньше говорим про то, что возможны тяжелые случаи, в частности у людей, имеющих сопутствующие заболевания. Может ли микрон у них вызвать какие-то тяжелые последствия? Вот им стоит, наверное, подумать о вакцинации, как считать, в первую очередь им? Мне кажется, что мы немножко лукавим, когда говорим, что микрон легкая инфекция. Она более заразная, соответственно, количество людей, получивших микрон, в разы больше. Мы даже это видим по нашей статистике заболеваемости, вернее, выявлению этих случаев в стране. При более высоком количестве пациентов, безусловно, количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, будет намного больше. Нет такой огромной волны, как это было в госпитализированных случаях во время дельты, но, тем не менее, госпитализация у нас все равно сегодня присутствует. Поэтому омикрон не такая легкая инфекция, как кажется со стороны. Второй момент. Если мы говорили о предыдущих вариантах, альфа, дельта, другие, у нас дети не болели. В основном, конечно, болели люди среднего и старшего возраста. То сегодня для варианта омикрон совершенно изменились пути проникновения вируса в клетку. Вот стали болеть дети. То есть вирус нашел обходные пути. Конечно, это дает нам какую-то надежду на то, что вирус превращается в такую сезонную инфекцию и в дальнейшем нам будет немножко все проще. Но это пока мы видим только тенденцию, но мы пока не знаем, что будет дальше. Наверное, стоит еще подумать о том, что мы не знаем о том, придет ли новый штамм. Если да, какой он будет? Возможно, он будет более серьезным, с более тяжелыми последствиями. Спасет ли вакцинация в этом случае? Новый штамм точно придет, но действительно мы пока не знаем, какой он будет. Он более легкий, более заразный, будет ли он более тяжелый. К сожалению, мы никаким образом не можем, скажем, влиять на этот процесс и понимать, что будет завтра. Потому что когда летом 2020 года эпидемия пошла на спад, мы все радовались. И, в общем-то, мы рассчитывали, что уже осенью 2020 года ничего не будет. Тут к нам пришел вариант альфа. Да, он был, может быть, не с таким тяжелым течением, но, тем не менее, он пришел и вызвал волну заражений во всем мире. И, в общем-то, вариант альфа вытеснил абсолютно все другие варианты. На смену альфы пришла дельта. Дельта вообще в течение, наверное, полутора-двух месяцев вытеснила альфу, и присутствовала только дельта. Дельта – высокоизменчивый вариант, больше 200, скажем так, внутренних суглиний. Больше 200 – это большая цифра. Ну и сегодня мы видим омикрон, который доминирует во всем мире, но наравне с омикроном у нас все-таки до 5% случаев присутствует вариант дельта. Он пока никуда не ушел. Поэтому с прогнозом на будущее, я думаю, что сегодня никто не возьмется. Но то, что новые варианты будут, однозначно да. Вакцинация, конечно, она в любом случае, мы еще раз хочу подчеркнуть, и вакцинация, и бостерная, и ревакцинация, они будут защищать именно от тяжелого течения. Повторные случаи заражения однозначно тоже будут. Вот часто пишут о том, что люди, которые перенесли дельта, защищены от омикрона, а обратная логика не работает. Так ли это? Здесь в какой-то мере работает одна и вторая защита, безусловно. Просто эти вирусы имеют очень разный набор мутаций. Мы знаем, что антитела – это такой ключик к замочку. Замочек у вируса, а вот ключик – это антитела. И иммунная защита работает только в том случае, если ключик подходит к замочку. Ряд мутаций, которые характерны для варианта дельта, присутствуют у омикрона. Поэтому в каком-то проценте случаев, и, наверное, даже не очень маленьким, защита, конечно, будет. Но переболевшие омикроны, наверное, не так защищены от дельты. Но это мои предположения. Наверное, в меньшей степени защищены от дельты. Вопрос, останется ли циркуляция дельты, сейчас тоже широко обсуждается. И пока все-таки одно из возможных развитий событий, ввиду, что это совершенно два вируса, абсолютно два разных, что, вероятнее всего, все-таки какой-то объем варианта дельты в мире будет сохраняться, и какое-то время будет циркуляться обоих вариантов – и омикрона, и дельты. Возвращаясь к теме субварианта БИА-2, этого стелс-варианта, можно ли говорить о том, что его достаточно тяжело выявить? Потому что, как только появился, СМИ пестрели заголовками о том, что его ПЦР-тесты не показывают. Вот так ли это? ПЦР-тесты, экспресс-тесты способны ли выявить этот вариант? Ну, если говорить об экспресс-тестах, это выявление антигена, это немножко другой тест. И сегодня на сайте Всемирной организации здравоохранения присутствует перечень антигенных тестов, которых уже проверили на возможность выявления вариантов омикрона. То, что касается тест-систем, действительно, тест-системы, те, которые типируют вирус омикрон или дельта, мы говорим не о тех, которые вообще говорят, присутствуют РНК-вирусы или нет, а именно о тех наборах, которые типируют, позволяют отделить вариант дельта от варианта омикрона. Поэтому, к сожалению, такие наборы БИИ-2 не видят, потому что набор мутаций по тем участкам, у которых проходит ПЦР-диагностика, совпадает у стелса и у варианта дельта. Поэтому ошибочно могут принять за дельту. В данном случае, наверное, нет разницы. Для лечения нет, конечно. Для лечения абсолютно нет. Это очень важно с точки зрения эпидемиологии. Ну и, возможно, скажем так, очень важно для дальнейшего прогноза развития событий. Ваше экспертное мнение. Какого развития событий ожидать в связи с переходами микрона и этого БИИ-2, более заразного варианта? Я знаю, что есть несколько возможных вариантов течения эпидемиологии. Я, наверное, все-таки сошлюсь на мнение Всемирной организации здравоохранения. Она, в общем-то, говорит, в мире сегодня возможны три варианта развития событий. Первый вариант к нам придет более заразный, но вариант, который будет вызывать очень легкое течение, напоминающих симптоматику острых респираторных вирусных инфекций. Второе, возможно, все-таки усилиями ученых разных стран удастся разработать вакцину, которая будет абсолютно эффективна против разных вариантов вируса. Ну и третье, самое неблагоприятное, которого бы очень не хотелось, что придет новый, высоко заразный вариант, и мы вернемся в начало 2020 года, когда, в общем-то, скажем так, мы к нему были не готовы. Поэтому хочется очень надеяться, что все-таки это будет, вероятнее всего, первый вариант. Но вот приход омикрона в какой-то степени об этом говорит. Вы говорите, третий вариант, он самый неблагоприятный. Это что значит? Что значит вернемся к 2020 году? Ну, если придет вариант, который, скажем, будет научиться обходить иммунную защиту, против которого не будут работать имеющиеся антитела, такой теоретический вариант развития возможен, но мне кажется, что он, скажем, процент его минимальный. Ваше мнение, вот, приходом этого омикрона, ну и других субвариантов, стоит ли нам рассчитывать вообще на скорейшее завершение пандемии? Дело в том, что недавно ВОЗ заявила, что, ну, вероятнее всего, в летний период будет спад заболеваемости. Это какой-то промежуток светлый. Но, опять же, в зимний период мы вновь вернемся к высокой заболеваемости. Будет это омикрон или это будет какой-то другой субвариант? Вот как вы считаете, этот прогноз возможен и насколько он будет серьезен для, вот, в частности, нашей страны? Ну, я соглашусь с этим прогнозом, потому что, имея уже опыт 20-21 года, в летние периоды в любом случае было снижение заболеваемости во всех странах мира практически. И подъем заболеваемости начался опять в осенний период. Это был сентябрь месяц, сентябрь, октябрь, ноябрь. Поэтому, с учетом тенденции и очень такой нашей большой надежды на переход коронавирусной инфекции в сезонную инфекцию, конечно, мы будем видеть подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Но пока мы еще не можем говорить, что это сезонная заболеваемость. Пока мы... Нет, пока, конечно, нет. Пока мы говорим о эпидемии и пока, скажем так, мы только наблюдаем и, наверное, не более того. Откуда же появился омикрон? Есть несколько версий. Ну, действительно, версий есть три. Наверное, пока, скажем так, мы и рассматриваем их как версии, потому что не доказана ни одна из них. Но вот первая версия, что все-таки вирус был уже в 2020 году, и просто каким-то образом при секвенировании удалось пропустить тот набор мутаций, который мы сегодня видим. Вторая версия, то, что вирус появился у пациентов, у людей с иммуносупрессией, в частности, у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Такая версия или такое доказательство было получено для варианта Дельта, когда, в общем-то, считается, что вирус появился у пациентов с онкологическими заболеваниями. Ну, и третья версия, то, что вирус нам пришел от мышей. Ну, наверное, все-таки большая жизнеспособная вторая версия, что вирус появился у ВИЧ-инфицированных пациентов, потому что, скажем так, ретроспективно отсеквенированные образцы показали, что первые случаи были выявлены только в сентябре 2021 года. Поэтому вряд ли он присутствовал в 2020 году. Ну, и нет таких действительно серьезных доказательств, что вирус к нам пришел опять от мышей. Наверное, все-таки еще раз подчеркну, что более жизнеспособная версия – это именно о том, что он пришел от ВИЧ-инфицированных пациентов, вернее, он формировался на протяжении какого-то длительного периода у таких пациентов. И вряд ли он мог, скажем, тихо-тихо сидеть, потому что как только он появился, в течение недели он был выявлен уже в 15 странах. То есть он распространялся молниеносно. Если Дельта теоретически пошла, образовалась в организме онкобольного, омикрон, ВИЧ-инфицированного человека, это не значит ли это, что вот эти категории людей с ослабленным иммунитетом подлежат в первую очередь вакцинации? Ну, чтобы, ну, даже в том плане, чтобы защититься от возможных дальнейших вариантов коронавируса, которые, возможно, еще будут. Ну, безусловно, они нуждаются в первую очередь для собственной защиты. В первую очередь для собственной защиты, чтобы, скажем, эта защита могла справиться и с основным заболеванием в том числе. Ну и второе, конечно, вот эти категории пациентов, они находятся в особой группе и в особой группе контроля. То есть секвенирование, если выявляются положительные случаи, то все пациенты с иммуносупрессией, вернее, пробы полученного пациента с иммуносупрессией подлежат обязательному секвенированию для того, чтобы мы проводили мониторинг генетических изменений в диномии вируса. Вы работаете в лаборатории ВИЧ и сопутствующих инфекций. Вот удивительно, почему именно в вашей лаборатории занимается коронавирусом? Какая связь? Ну, здесь удивительно ничего нет. Если возвращаться к началу пандемии, вот это был январь-март 2020 года, когда исследование делал только наш центр в стране. Моя лаборатория была одна из лабораторий, которая осуществляла тоже эту диагностику. Мы имеем все условия работы с особо опасными инфекциями. Это первое. Когда стало понятно, что необходимо проводить молекулярный генетический мониторинг, это была тоже наша лаборатория, потому что мы имеем опыт секвенирования геномов. Мы работаем с геномами ВИЧ, с геномами вирусов гепатитов В, С, Е, гепатита Д. Мы работаем с вирусом папилломы человека и с многими другими возбудителями. Поэтому, конечно, такие исследования были логичные и крайне интересны для нас. Вы говорите, с коронавирусом интересно работать. Интересно, потому что мы видим, что вирус очень быстро меняется. То есть вообще это была абсолютно неожиданность, потому что не очень быстро он менялся в 2020 году. И было тысячи, наверное, разных вариантов, которые доминировали на той или иной территории. То есть они были привязаны к определенным территориям. Но вот когда пришел Альфа, когда пришла Дельта, когда пришел Омикрон, оказали, что они настолько заразны, что они вытеснили быстренько все, что было до них. Ну и, конечно, находить мутации новые все время. Мы проводим молекулярный генетический мониторинг в стране. Проводим именно по всей стране. И, конечно, мы мониторим ситуацию, понимаем, где и какие генетические варианты у нас циркулируют. Но это делается в первую очередь для понимания эпидситуации и, возможно, прогноза на будущее развитие ситуации в нашей стране. Вы говорите про вакцину, которая будет действовать против всех вариантов. Что для этого нужно? Какие пути у нее будут, механизмы действия? Чем она будет отличаться от тех вакцин, которые сейчас есть? Наверное, все-таки это вопрос в стадии изучения, обсуждения и перспективных разработок. Я просто думала, что, может, и назальная вакцина будет как-то более защищена. Ну, с назальной вакциной тоже есть определенные вопросы. Поэтому она только, скажем так, начинает свои гнические испытания. Нет опыта ее применения. Поэтому говорить о том, что она будет абсолютно работать и защищать, наверное, все-таки тоже пока преждевременно. Дождемся результатов клинических испытаний. Много муссировали тему омикрона как атонуированной вакцины. Ну, или, просто говоря, природной вакцины. Как вы считаете, может ли стать омикрон вот этой такой природной вакциной, которая приблизит нас к завершению пандемии? Я считаю, что нет. И объясню, почему. Когда мы говорим о вакцинах, наверное, вакцина должна обладать двумя свойствами. Первое – это безопасность. И безопасность на первом месте. И второе – иммуногенность. То есть она должна вызвать хорошую иммунную защиту. Когда мы говорим о омикроне, безопасность? Нет. Мы говорим о том, что достаточно много людей, которые имеют симптоматическое течение. То есть есть определенные клинические проявления. Если есть еще сопутствующая тяжелая патология, то здесь заболевание может протекать не в очень легкой форме. То есть уже по этому критерию омикрон точно не проходит. И он не может являться атонуированной вакциной. Тогда какой коллективный иммунитет нужно сформировать популяции, чтобы вирус отступил? Раньше говорили 60, 70, сейчас 90. Ну, сейчас уже говорят 80 и выше. И, безусловно, это только с использованием охарактеризованных вакцин. Еще раз подчеркиваю, первое слово – безопасность. Я знаю, что есть случаи в мире, ну, несложно сказать, там, скажем, в нашей стране, есть ли такие линии, когда люди намеренно пытались заразиться. И, к сожалению, часто заканчивалось это летальным исходом. То есть люди просто недооценивали ситуацию и серьезность проблемы. Какой вывод можем сделать? Вакцинация? Безусловно, вакцинация. Наверное, в мире ничего не придумано лучше. И сегодня у нас есть определенный мировой опыт накопленный, когда нам удалось справиться с эпидемией очень многих инфекций. Именно с помощью вакцинации. Дай Бог, чтобы не прошло 30 лет, как с ОСПой. Ну, я думаю, что сегодня, в общем-то, коллективный разум, он находится на другом совершенно уровне. И, наверное, все-таки мы с этой проблемой справимся. Будем рассчитывать на благоприятный исход, на то, что пандемия все же завершится. А вам желаю здоровья, благополучия. Ну, и, возможно, именно вы внесете вклад в окончание этой эпидемии. Спасибо большое. Спасибо. Взаимно.